Так выглядит вход в администрацию Ачинска, куда приводят нарушители режима самоизоляции. Штрафы Ачинсом выписывают сотрудники мэрии без масок и в таких условиях автор видео провел три часа. А так от социальной дистанции беспокоится мэр Ачинска Илай Ахметов. Не надо поближе. Я вас прошу. Вы, пожалуйста, тоже отойдите. Я еще раз прошу. Полтора метра друг от друга или я разговаривать не буду. Город патрулируют полицейские. С приходом тепла, как и в Красноярске, соблюдать режим стало сложнее. Однако скучают сейчас не столько по прогулкам, сколько по работе, а точнее даже по зарплатам. Деньги у людей заканчиваются. Вот, например, проблема тех же салонов красоты, только уже в Ачинске. Предприниматели собрали подписи и обратились к властям, чтобы те разрешили работать. Но пока ничего. Отсрочка аренды не освобождает от платежа, как и рассрочка налогов. Получается, что после режима самоизоляции жить станет еще сложнее. В перечень услуг, подлежащих медицинскому лицензированию, парикмахеры, мастера маникюра, они не входят. А значит, они не работают. Могут работать только косметологи. То есть губы колоть можно, а стричься нельзя. Пока заболевших коронавирусом в Ачинске не так много. В официальной статистике отмечено 4 случая. Но власти готовятся к вспышке и строят новый инфекционный госпиталь за перинатальным центром. Он будет рассчитан на 30 коек, но по необходимости его вместимость расширят. Однако в районе, как передают местные СМИ, и так мало врачей. Появится 8 новых специалистов, но будет ли этого достаточно, неизвестно. Проблема также и в сфере образования. Если есть сложности в Красноярске, то что говорить про небольшие города? В Ачинске много у кого не то, что интернета нет. Даже компьютер есть далеко не у всех. Таким семьям вызвалась помочь местная компания. Бизнес отдал детям 10 компьютеров, но понятно, что этого все равно будет мало. Например, пятая школа получит 5 компьютеров, а нуждающихся семей там 200. Кому помощь нужна больше, решает руководство школы. К сожалению, социальный уровень в нашем государстве еще не совсем, так сказать, на хорошем уровне. Поэтому родители, не в каждой семье еще есть компьютер. А в некоторых семьях по 2-3 ребенка и заниматься просто практически невозможно. А что касается помощи от властей, ее малоимущие семьи получают продуктами. Это альтернатива горячему питанию, которая положена некоторым школьникам. Очень поддержка необходима и это будет очень ощутимо, потому что у нас 5 человек в семье. И да, будет очень здорово. Очень богатый, то есть и макароны, и вафли, и все есть. Но все-таки от такого режима ачинцы устали не меньше красноярцев. Горожанам тяжело как материально, так и морально. Поэтому жители стараются поддерживать друг друга хоть так, удаленно. Так что оставайтесь дома. Вместе мы победим. Берегитесь.